Часы идут, правильно? Ну конечно, они всегда показывают точное время. Сейчас утро или вечер? А ты как думаешь, Джонни? Не понимаю. Почему уже вечер? Куда делся день? Почему я не заметил? Ты устал? Такое бывает. Привет, ребята. Я успел сделать видео, несмотря на загруженный график и свой день рождения. Аккурат к сроку. Работаю как не в себя. И сегодня я расскажу вам об игре, которая давно уже маячит перед моими глазами. Это Cold Fear. Игра разрабатывалась компанией Darkworks. Они разрабатывали её аж с 1999 года. И за всё время игра сменила три прототипа, прежде чем родиться на свет в своей конечной ипостаси. Первым был 1906 An Antarctic Odyssey. Должен был стать хоррором в стиле первых частей Resident Evil с вкраплениями вдохновения Жюлем Верном. Но разработка была остановлена из-за начала работы над Alone in the Dark The New Nightmare. Вторым был USS Antarctica, позже переименованный в Lost Mantis. Игра разрабатывалась под крылом Capcom и должна была стать приключенческой survival-хоррор-игрой с двумя главными героями. И тут от водной тематики и ностальгией с Жюлем Верном разрабы не отказались, но от игры отказались Capcom. Но к ним пришли Намка и предложили им сделать игру по их серии Time Crisis. Для тех, кто не знает, эта серия игр представляет собой аркадный тир. Очень популярный жанр в Японии. Так появился на свет и почти сразу умер Time Crisis Adventure. И только в 2005 году Darkworks под крылом Ubisoft выпустила тот Cold Fear, который у нас есть на данный момент. По сути, просто выкинув из Time Crisis Adventure все, что было связано с Time Crisis. Так, в курс дела я вас ввел. Вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. Начинается игра с того, что отряд Альфа высаживается на старое советское китобойное судно Дух Востока. И сразу начинается пиздец, в котором весь отряд и гибнет от лап какого-то чудовища, способного разрывать подготовленных солдат на куски. Их связной и координатор пытается обрабатывать. Выйти с ними на связь, но все тщетно. Лишь маячок одного из солдат продолжает отправлять сигнал. На сигнал бедствия откликнулся офицер береговой охраны Том Хэнсон со своей командой. Команда в представлении не нуждается, так как в игре они нужны только для того, чтобы сразу умереть. Их, конечно, представляют в начале игры и даже пытаются обыграть их характеры, но им понадобилось меньше минуты, чтобы навсегда выйти из повествования. Что это? Огонь! Огонь! Счервал! Отступаем! Собираемся на моей позиции! Все ко мне! Лейтенант Лэнфинг! Ответьте! Ответьте! На палубе мы находим документ, который предназначен для инструктирования солдат, как вести себя в бою. Но это также и грамотно вписанное в игру обучение для нас, игроков. Да, нам не пишут кнопки напрямую, но говорят, как можно поступить в определенных ситуациях. Эти подсказки выделены красным шрифтом. И довольно-таки иммерсивненько. На судне мы в первую очередь сталкиваемся с качкой. И это не просто элемент, чтобы было сложнее целиться. Качка реально может снести нас с палубы. А потоки воды могут и убить. Обойдя корабль с другой стороны, мы встаем перед дверью с запертой электронным замком. Вскрыв замок с помощью пистолета, мы заходим внутрь. Внутри судна мы слышим клюквенный русский язык и клюквенных русских солдат, которые пытаются открыть дверь с электронным замком. Они повсюду! Они идут прямо на нас! Тихо! Они могут нас услышать! Помогите мне открыть эту дверь! Она закрыта на ключ, мы пропали! После короткой перестрелки мы и сами можем подергать ручку двери. Но нас обложат чистым русским матом на женском наречии. Ублюдок! Кто бы ты ни был, немедленно открой дверь! Я должен найти код. Но дверь будет оставаться закрыта, пока мы не найдем нужный ключ. Также по кораблю разбросаны другие записки. Например, свидетельство о смерти одного из солдат. Он не мог открыть дверь на свой пост и прострелил замок. Но замок прострелил его в ответ электрическим током насмерть. Премию Дарвина этому молодому. А также мы можем найти первые намеки на то, с чем мы будем иметь дело. А именно с паразитом, которого нашли во время бурения нефтяной скважины на платформе «Звезда Сахалина». Паразитов назвали экзоклетками. Подробнее об этих паразитах мы узнаем позже. Мы опять натыкаемся на дверь, закрытую на электронный ключ. И главный герой словами Петра Гланца озвучивает мои мысли. Спускаемся в затопленный отсек за ключом и на нас скидается труп, лежавший неподалеку. Это один из первых бу-моментов. Но не такой уж он и бу. Знаете, что на самом деле бу? Бу это когда... Ладно, больше не буду. Открыв дверь, мы проходим дальше по кораблю, натыкаясь на вооруженных солдат и солдат-дебилов. Также мы можем наблюдать вот такие вот картины. У бедолаги отсутствует половина головы, а он все сидит и качается, пытаясь понять, что с ним происходит. Далее мы заходим в казармы, где находим более подробное описание зараженных экзоклетками, а также инструкцию по их уничтожению. Для окончательной смерти зараженного необходимо полностью уничтожить мозг противника, чтобы прям как арбуз лопнул. Так как паразит управляет телом, присоединившись к мозгу человека. На случай заражения также есть вакцина, но вводить ее надо до того момента, как хоботок паразита достигнет мозга жертвы. Находим убитого лэнсинга и, если что, это член нашего отряда. Забираем с его тела кот и к нам по коридору ползет половинка солдата, которого тут же добивает зараженный. Выйдя на палубу, нас ожидает пиздец в виде атаки мертвецов. И тут я чуть не наебнулся с палубы. Я же говорил, что в море вылететь легко. Проходим дальше и находим калаш. И тут кончается первый круг ада. А точнее, наш первый круг по кораблю, коих мы набегаем еще не один. Снова добираемся до двери, где заперта женщина. И она вновь кроет нас матом. Шлюки на отроде! Как только я выберусь, тебе конец! Ранее поднятым вентилем открываем дверь. И читаем записку, которая подсказывает нам, что можно стрелять по красным вентилям, чтобы вызвать струю огня. Но в тексте написано, что солдаты ради развлечения стреляли по этим самым вентилям. Кого вы, блять, наняли на борт? В этой же комнате находим дохлого кита и ключ к радиорубке. И как только мы подбираем его, из тела кита начинают вылезать те самые экзоклетки. Маленькие мерзкие крабообразные существа. Заходим в радиорубку. И, кстати, хочу выделить момент в игре. Когда мы идем куда-то не туда, герой может подсказать нам правильную дорогу, как в этом моменте. Лестница вверх ведет к радиорубке. Что при отсутствующей карте немного помогает. Находим рацию и связываемся по ней с агентом ЦРУ Беннетом. Информируем его о том, что вся команда слилась и мы остались одни. Он поручает нам найти полковника Дмитрия Юсупова. На корабле есть очень опасный человек. Полковник Дмитрий Юсупов. Он должен ответить на пару вопросов. Найди его и мы сможем тебя вытащить. Кто это мы? Специальный агент ЦРУ Беннет, Хэнсон. С боем прорываемся к хрупке, в которой засел Юсупов. И общаемся с ним. Он просит нас найти некую Анну. Говорит про какого-то Любенского, который заперся в холодильнике. Передает нам арбалет, который может отвлекать зараженных. И умирает. Из журнала Юсупова мы узнаем, что он нанял ученого Камского для изучения паразитов. А чтобы тот был позговорчивее, он взял дочь Камского Анну в заложники. Ля ты крыса. И Хэнсон летит ей на помощь. Хоть Беннет и против. И в следующей комнате мы наблюдаем, как экзоклетка поднимает из мертвых одного солдатика. О боже! Я друг. Почему я должна поверить? Потому что ты еще жива. Очень смешно. Где Дмитрий? Юсупов мертв. Прекрасно. Ублюдок это заслужил. Ты можешь рассказать, что здесь происходит? Он сказал, что ты знаешь. Он солгал. Я не знаю, что происходит. А кто знает? Папа, надо связаться с ним. Он скажет, что делать. Теперь она будет ходить с нами. И мы должны ее защищать. Ну, помните, как Эшли из Resident Evil 4. Хотя она мне больше напомнила Наталью из GoldenEye. Благо, этот этап не такой долгий, как мог бы быть. И в радиорубке, после того, как связываемся с платформой Сахалин, мы оставляем ее ждать нас. Управление кораблем заблокировано, а потому нам надо найти коды разблокировки, которые должен знать капитан Любенский. А он сейчас чилит в холодильнике. Проходим через машинное отделение по дороге, откачав воду, и забираем с его тела ключ. В каюте капитана находим код разблокировки. И Анна поворачивает судно в нужную сторону. Анна, у меня есть код разблокировки. Слушаю. 3, Т, 5, Л. Получила? Работает. Ввожу координаты буровой платформы. Но есть нюанс. При такой погоде судно не пришвартуется, а потому нам придется совершать прыжок веры на платформу. Также Беннет сообщает, что на платформе есть глушилка, из-за которой мы не сможем общаться с ним, и он не сможет нам помогать. Послушай, Хэнсон, у меня плохие новости. Замечательно. Что еще? Мы знаем об этой платформе. На ней есть устройство, блокирующее сигналы на всех частотах, за исключением узкого окна, в которое мы не попадаем. Что означает? Что пока ты не уничтожишь эту глушилку, я не смогу тебе помогать. Мое сердце разбито. Я серьезно? Сам ты не выберешься с платформы, а без связи я не смогу помочь. Поэтому ты должен вывести глушилку из строя. Это понятно? Сигнал пропадает, не слышу тебя. Хэнсон, Хэнсон! Шучу. Сломать глушилку, понял. Конец связи. С боем прорываемся на смотровую вышку и вместе с Саной прыгаем на платформу. Я так и знал, что ты это скажешь. Давай! Получилось! Хэнсон! Анна, держись! Хэнсон! У нас все получается, а вот у Анны не очень. Мы отрубаемся и нас заражает экзоклетка. Очухиваемся на полу под шум прибоя и заходим в лифт. Лифт поднимает нас до нужного этажа и дальше отказывается работать. Значит, обратной дороги нам не видать. Затариваемся патронами в ближайшей оружейной. Ах да, забыл сказать. Все оружие мы благополучно растеряли во время прыжка, а потому временно остались с одним пистолетом. В медпункте мы находим местного ученого, который вкалывает нам вакцину. Рассказываем ему о том, что Анна, скорее всего, мертва, а он взамен предоставляет нам информацию о том, что здесь происходит. И о глушилке. Печальная новость. Она рассказывала тебе об этом месте. Нет. И ты все равно сюда добрался. Тогда слушай. Камский, отец Анны и я приехали сюда для изучения экзоклеток, оказавшихся на платформе. Должно быть, их пробудило бурение. Мы должны были выяснить, что это за существа и как ими управлять. Но Камский пошел дальше. Он хотел использовать их. И вот результат. Они убьют нас всех. Я слышал, здесь есть глушилка. Где она? Онищенко держит его в комнате управления магнитным полем. Тебе туда не попасть. Замок сканирует сетчатку. Войти может только Онищенко. Значит, придется попросить его открыть дверь. Он скорее убьет тебя. На выходе он собирается нам что-то сказать, но не успевает по причине. Лутаем с него электронный ключ и движемся дальше. Внутри мы находим кучу трупов, которые явно захотят встать. Меня не проведешь. Я много фильмов и игр про зомби видел. Далее мы встречаем новый вид мутировавших уродов. Похожих на собак. И комок плоти одновременно. Очень живучие и опасные твари. В комнате охраны находим двери, закрытую на биометрический ключ. А ключом является глаз Онищенко. За дверью находится глушилка, которую нам надо поломать. Топаем к вертолетной площадке, где и укрылся этот самый Онищенко. И укрылся он неплохо. Проход к нему заминирован. А на пути стоит толпа людей, уже ведущих бой с зараженными. Но приходим мы и даем пизды и тем, и тем. Онищенко выходит на бой, но метким выстрелом в жбан я разрываю его голову. Так, стоп. А как я теперь буду его глаз искать? А не, все нормально. Для Хэнсона это особо проблемой не стало. А судя по звуку отвращения, он срезал у него шоколадный глаз. Заходим в комнату с глушилкой и ломаем три аккумулятора. И на связь тут же выходит Беннет. Жаль, конечно, этого добряка. Но тут нападают экзоклетки. А у меня здоровья мало, поэтому иди-ка ты в жопу со своими разговорами. Наблюдаем заставку, как какой-то урод подбирает Анну и укладывает ее на стол, где ее заражают экзоклетки. Когда-нибудь ты поймешь, я обещаю. Ну и если вы не догадались, что тот урод ее батя, то тот урод ее батя. Теперь нам надо бежать и спасать ее. Ну и конечно, это означает, что придется намотать не один круг по платформе. В одной из комнат мы находим полговна. И подойдя достаточно близко, Хэнсон падает вниз. Опять теряет сознание и заражается. Просыпается он в довольно-таки жутком месте. Но времени любоваться красотами у нас нет. У нас вообще-то зараженная баба на прицепе. Спускаемся в лаборатории, в которых, как обычно, происходит самый пиздец. В подземном научном комплексе находим множество документов об экспериментах и дневников ученых, проливающих свет на то, что тут творилось. А именно, ученые насильно заражали людей паразитом и наблюдали, как будет протекать мутация в различных условиях. Так и получились многие мутанты, которых мы встретим. А также велась работа над той самой вакциной, которая нам сейчас и нужна. И по идее, в этой комнате мы должны встретить Анну. Но либо скрипты забагались, либо я что-то не так сделал. Она в этой комнате не появилась. И я еще минут 20 бегал по лабе, аки ебнутый. Благо меня это быстро вымотало, и я решил сделать перерыв. И зайдя в игру на следующий день, скрипты сработали как надо, и Анна оказалась там, где и должна. Хэнсон вкалывает антидот Анне, теряет сознание, она куда-то съебывается. Придя в себя, Хэнсон договаривается с Бенсоном об артере. Эвакуация Анны в обмен на инфу с Ноута Камского. Ну и конечно, до лаптопа так просто не пройдешь. Придется в который раз оббегать весь комплекс, сталкиваясь по пути с новыми монстрами. Но Анна предлагает нам вариант разнести комплекс на куски. И добравшись до лаптопа, Хэнсон кидает Беннета и идет за взрывчаткой. Я нашел лаптоп Камского. Хорошо. Подключись к порту USB и загрузи данные. Передаю файл с данными об антидоте, шеф. Получил. Что дальше? Ничего. Я отключаюсь. Не шути со мной, Хэнсон! Эй, ты сам сказал, что тебе нужен только антидот? Послушай, Хэнсон, немедленно возобнови передачу! Мне нужны все данные! В таком случае можешь прийти и собрать их сам. Эй, предложение взорвать все к чертям еще в силе? Том! Да, да, конечно! Отлично. Тогда говори, что делать. Я нашла немного взрывчатки, но этого недостаточно для обеих платформ. Ниже в атерлинии есть склад, на котором можно найти еще. Он заперт? Да, конечно. Но я передам тебе код, а также помечу места, где нужно будет установить заряды. Об этом месте я знаю все, в том числе и то, как его уничтожить. Установить ее нам надо в трех местах, которые Анна предварительно отметила. Но сначала я наебал сам себя и думал, что взрыв будет одновременным. Но со второго раза я уже выбрал верную тактику бежать нахуй. Подорвав все три ключевые точки, мы идем на вертолетную площадку, где нас ждет босс файт. Он будет проходить в двух стадиях. На первой нам нужно будет отвлекать батю от дочки, которая минирует платформу. А вот теперь угадайте, что нужно делать на второй стадии. Те, кто выбрал вариант Б, победили. Поздравляю вас. В сумме на битву с боссом я потратил 50 минут, хотя он проходится не дольше пяти. После третьей контратаки Камский падает на пол, а мы, подорвав платформу, улетаем в прекрасное далеко. Закончив с игрой, нам в уши заливают божий нектар в виде трека Мерлина Мэнсона. Но вам я его не включу, потому что авторские права. Трек, который играет в хитрах, называется Use your fist and not your mouth. А на этом я без лишней воды хочу с вами попрощаться. До встречи на этом канале.